добрый день дорогие друзья хочется поговорить с вами немножко об иммиграции о том что это есть и как это воспринял я иммиграция это по сути такое слово которое может быть в каждом человеке отразилось по-своему и много поколений прошло через это кто-то уехал по политическим мотивам кто-то по экономическим кто-то по религиозным кто-то по национальным вот а я уехал просто по семейным обстоятельствам то есть такая ситуация что принципе я решился и об этом уже не жалею мой путь лежал далеко от моей родины от украины и я когда уезжал я сохранил в сердце мою страну моих друзей то обстановку в которой я жил более 15 лет я живу соединенных штатах америки штате юта городе суд лексити сказать то что я боялся когда ехал значит ничего не сказать конечно для меня были неизвестны многие моменты моей предстоящей жизни да я немножко переживал что жизнь будет другая по сути жизнь начинать сначала многие мне отговаривали говорили зачем ты туда едешь ты там никому не нужен ты пропадешь но я решил попробовать потому как и жизнь у меня немного изменилась да и обстановка стране в целом как бы меня не очень устраивала я решил начать как говорят чистого листа и вот я приехал так сказать на родину новую родину с которой у меня жизнь только на самом деле начало когда я ехал я думал что об америке знаю если не все то очень многое всяком случае в школе и читал много фильмов смотрел вот но по приезду оказалось что я всего того что я знаю я знаю может быть процентов 35 то есть вообще ничего не знал об этой стране и слава богу что у меня была поддержка здесь и я начал с нуля единственное всем кто хочет ехать страну первый совет это хотя бы знать язык английский американский я не знал вообще знал несколько слов и на этом все так сказать нулевой вариант вот и от этого естественно был выбор работы предстоящий предстоящий то есть как бы как ребенок начинал учить язык и это мне в общем-то далось потому что мне было желание вот привыкать и жить здесь вот я уже живу сша более 16 лет и сказать о том что я жалею я не могу то есть я ни дня не пожалел в принципе для себя сразу решил это второе что я должен пройти через не могу через не хочу то есть как бы все-таки вот тяжелые моменты которые мне предстояло пройти вот и я старался и стараюсь в общем-то работать и и у меня получается вот и первая моя работа была связана совсем не стой работой которая раньше занимался но я и это прошел то есть прошел то что проходит по сути дело каждый нулевой эмигрант нулевой это то есть без образования без языка вот и меня в общем-то приняли хорошо с улыбкой вот с пониманием и довольно таки неплохо началось у меня это все вот и я постепенно стал адаптироваться к новой жизни к новым реалиям и находясь в америке я по-новому взглянул на жизнь на реалии которые меня окружают ну во первых то что эйфория благополучие и достатка материальных ценностей она проходит быстро здесь главное найти то место для работы для реализации которые тебе близко по сердцу и я применил свое хобби так сказать сначала с которым была обусловлена моя работа это кухня то есть приготовление еды вот с этого я и начал потом это конечно трансформировалась и изменилась с течением времени вот но главное здесь можно и реально реализовать себя самое главное не бояться идти вперед не оглядываясь назад только с новыми впечатлениями с новыми идеями вот и это все помогает жизни и самое главное что мне помогло жизни здесь это мой юмор который очень люблю и это очень помогает плюс улыбка вот и это открывает все двери все двери и в общем встречает всегда радушно без проблем и я хотел бы сказать вот о чем я конечно никого не призываю никого не агитирую уезжать или не уезжать из страны это решает каждый человек сам но я для себя решил вот и я могу сказать уже спустя время что я находясь здесь обретя семью детей что я наконец-то приехал домой это говорю честная без говорится прекрас реально и как пел американский певец фрэнк сенатор своей известной песни это был мой путь путь этот мой путь который я прошел и надеюсь далее идти этим же путем всем доброго друзья желаю вам здоровья и всего самого наилучшего